Проблема экологии и защиты окружающей среды является одной из самых актуальных. Она объединяет множество людей разного возраста и рода занятий. Стало приоритетным благодаря вам и благодаря запросам населения. Мы проводили анкетирование перед тем, как приступить к работе клуба, и самое популярное было именно это направление. После того, как мы собрали заявки, мы провели ряд собеседований и выбрали лучших из лучших. В начале обсуждения каждый из собравшихся молодых людей объяснил, почему его волнует тема экологии и защиты окружающей среды. Меня зовут Михаил Киря. Я работаю в институте экологии, залезаю в лаборатории экологии, работаю в области связанности экологии уже на протяжении почти более 10 лет. Чтобы группа стала командой, а ее участники лучше узнали и поняли друг друга, на встречу была приглашена Мрамза Джекерба, преподаватель кафедры политологии и социологии АГУ, которая рассказала о способах эффективной межличностной коммуникации. Самая главная история передачи информации – это речь, то, что я вам сейчас рассказываю, слушайте, ровно так же, когда мы друг с другом делимся какой-то определенной информацией или событиями, теми, которые с нами происходят. Но помимо вербальной коммуникации, очень важную роль в общении, в создании комфортной обстановки, играет именно невербальная коммуникация, поскольку передача информации возможна не только речевым способом, посредством речи, но и посредством других знаковых систем, которые в совокупности и составляют, собственно, невербальную коммуникацию. И ученые, кстати, считают в основном, что именно невербальная коммуникация, она более искренна. Встречу продолжила психолог Илона Воуба, под руководством которой участники отрабатывали разнообразные психологические упражнения. Дискуссии клуба по направлению экологии и защиты окружающей среды продолжатся в течение трех месяцев и завершатся обсуждением проектов, подготовленных участниками, а реализация лучшего будет профинансирована ВАК. Эсма Голанзе, Дэвид Анква, Абхазское телевидение.